И сегодня мы поговорим о стрессе. Дело в том, что многие люди испытывают негативные эмоции, с ними случаются неприятные вещи, и их организм входит в состояние стресса. Люди отмахиваются от этого, говорят, да это ерунда, я жил и дальше жить буду. Но, так ли безобиден стресс? Узнаем в этой рубрике. Несколько дней назад доктор предложил эксперимент. Мы пригласили двух сестер-близняшек с одинаково хорошим здоровьем. Почти все показатели анализов у них были одинаковы. Давайте посмотрим на экран. Знакомьтесь, Катя и Софья. Одинаковый вес, одинаковый рост. Я ж все выше. И одинаково хорошее здоровье. Хотя, чему тут удивляться, они же близняшки. Начинаем эксперимент. Разлучаем сестер. В ближайшие 10 дней Катя будет получать только положительные эмоции, а жизнь Софьи превратится в кошмар. Посмотрим, как будут чувствовать себя девушки через некоторое время. День Кати начинается с классической музыки и игры с любимым котом. Она выспалась и прекрасно себя чувствует. А Софья всю ночь не давала спать музыка из соседней квартиры. Похоже, наш ассистент немного перестарался. Катя готовит легкий завтрак из фруктов, а Софья будет питаться только быстро растворимой лапшой. Пока Катя примеряет наряды и вертится перед зеркалом, Софья сидит дома с задернутыми шторами и смотрит фильм ужасов. Катя читает роман о любви, а ее сестра – медицинский журнал о болезни. Катя болтает с подружкой по телефону. Софья общается только с ведром и тряпкой. И так 10 дней подряд. Какое издевательство, я считаю. Да, бесчеловечный эксперимент. Сегодня Катя и Софья у нас в студии. Встречайте! Здравствуйте! Катя, ну вы наконец-то научились мыть пол. Ну да, пришлось, да. Ну расскажите, как вы себя чувствуете? Ну так, не очень. Депрессия, голова болит. Ну физически я, конечно, ослабла, мало движения. Я надеюсь, вы узнали, друзья мои, это Софья. Софья получала только негативные эмоции. А это у нас Катя, которая получала только позитив. Да, я прекрасно себя чувствую и чувствовала все эти 10 дней. Я прекрасно провела время, ни о чем не жалею. Спасибо, хороший эксперимент. Я думаю, Софья с вами не согласится. Ну да. И сейчас мы посмотрим, так ли безобиден стресс в течение 10 дней. Я берусь утверждать, что он плохо влияет на состояние здоровья. Может быть, нельзя просто записывать показания ваши? Да, это будет очень наглядно. Так, можно у вас сначала рукавчик закатаем. А у меня к вам вопрос. А вы специально вот цвет волос у вас разный? Почему так происходит? Потому что путают. Путают? Конечно, путают. На эксперимент это повлиять не могло. Это же так здорово. Я знаю, близняшки ходят на свидания, меняются. Это все мистика в раке. В раке? Развеяли еще один миф о близнецах. Итак, пока у Софьи измеряется уровень артериального давления, мы измерим у Кати уровень глюкозы в крови. Ого! У Софьи 145 на 112. Звоните в скорую помощь, скорее. Так, 112. Пульс 73. Так. Попробуй, доктор, быть вашим ассистентом. Сергей, какой должен быть нормальный уровень глюкозы? Нормальный уровень глюкозы у здорового человека должен быть в районе 4,5 ммоль на литр. Ага. Сейчас мы посмотрим. Посмотрим, что у нас тут. 4,1. 4,1. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это просто замечательный показатель. Так. И сейчас... Держите, не держите. Мы... Измерим уровень холестерина. Посмотрим, что у вас с холестерином. И пока... АПЛОДИСМЕНТЫ Что у нас? Пока измеряется уровень холестерина, я предлагаю у Кати померить давление и пульс. А мы еще у вас будем уровень глюкозы и холестерина. Ничего страшного мне вообще. Страшного ничего. Ничего не страшного вообще? Нет, абсолютно. Я думаю, что после 10 дней бессонницы, мытья полов и прослушивания музыки соседей, действительно, многие вещи начинаешь... А почему так? Вы не любите музыку? Ну, когда... Я люблю то, что я люблю, правильно? Они там... А что там? Песню про малышку, когда... Песню про малышку целый день. Ну да, на полную, да. АПЛОДИСМЕНТЫ 120 на 80 и пульс 70. Ничего себе! Ну все, Катю отправим в космос. 120 на 80. Итак, уровень холестерина у Кати всего лишь 4,5 десяток. АПЛОДИСМЕНТЫ Посмотрим, как ли это у Софии. Что-то плохо вам. Что-то плохо кровь идет. Вообще кровь кончилась. Совершенно неудивительно, потому что вообще-то при хронических стрессовых расстройствах свертываемость крови у человека действительно увеличивается. Организм же не знает, что мы реагируем на всякую ерунду. Он считает, что произошло что-то действительно опасное для жизни, здоровья. Поэтому он на всякий случай защищается, да, и в том числе усиливает свертываемость крови, чтобы уменьшить возможные повреждения. Так. 5,3. Это что у нас? Уровень глюкозы. 5,3 миллимоль. Намного больше. Ну, существенно, да. Намного. Сейчас мы, последний показатель, уровень холестерина крови. Можно теперь меня отправить куда-нибудь отдыхать, чтобы обратно глюкозу-то вернуть на место? Доктор, а можно забрать глюкозу из организма? Да, достаточно некоторое время не поесть. А, мы будем морить вас в голову. То есть сначала только лапша, да, растворимая, а теперь вообще ничего не есть? А теперь вообще ничего не есть. Выводить лапшу из организма. По уровню глюкозы мы уже видим, что 10 дней стресса не прошли для Софьи даром. Дело в том, что во время стресса у человека надпочечники выделяют гормон под названием адреналин. Он всем известен. Этот гормон заставляет организм выбрасывать глюкозу в кровь из печени. Из-за этого изменяются свойства крови, она становится более вязкой и хуже течет. Что мы и наблюдаем, собственно, у Софьи. И если у человека стресс продолжается длительное время, это может привести к развитию так называемого стрессогенного сахарного диабета. Изменение свойств крови, в частности изменение вязкости крови при стрессе, проявляется в том, что организму сложно столь густую кровь прокачивать через сосуды. Адреналин, помимо всего прочего, вызывает их сужение, спазм стенок сосудов. И организм вынужден повышать артериальное давление, чтобы ткани получали достаточную крови. И мы видим на наших показателях, что действительно уровень артериального давления повышен. То есть сердце работает с большей нагрузкой для того, чтобы обеспечить доставку крови и вместе с ней доставку кислорода тканям. 4,9. 4,9 миллимоль на литр. Что и требовалось доказать всего лишь 10 дней негативных эмоций в состояние превратить человека в больного? Это ужасно. У человека за 10 дней стресса повысился уровень артериального давления. Вырос уровень глюкозы и холестерина в крови. То есть ухудшились свойства крови. И печально подумать о том, что большинство людей пребывает в таком состоянии не 10 дней, а всю свою жизнь. Поэтому необходимо бороться со стрессом. Спасибо. Мы просим прокомментировать наш эксперимент, нашего эксперта в студии, психиатра-психотерапевта Бориса Георгиевича Городкова. Борис Георгиевич. Идите к нам. Вот у нас такие данные. Ну, я присутствовал при их оглашении и измерении, поэтому мне с этим все понятно. Потому что существует такое понятие, как порох устойчивости. Если этот порох не пройден, то Софье ничего не случится. Она, как бы ее уровень стрессоустойчивый, достаточно, чтобы выдержать это ежедневно. Что такое порох устойчивости? Ну, это значит, что порох устойчивости, например, вы давите на нечто, да, и она забирается выше, 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 а там пропасть. Вот этот вот порох, на который надо поднять, чтобы свалить потом в пропасть, он у каждого свой. У некоторых маленький, чуть-чуть пнул, и он полетел. А у другого ты его туда загоняешь, там палками бьешь, ежедневно на нас улыбается и говорит, все нормально. Шеф. Поэтому это во многом определяется такой вот стрессоустойчивостью. Я, судя по тому, как вы общались, я вижу, что у Софьи отличный порог, она то, что надо. Поэтому с точки зрения нашей науки важно не то, каковы условия, а важно то, как человек к этому относится. Важно то, что он рассматривает. Вы можете человека похвалить, а он пойдет и повесится. Такое тоже бывает. А можно повысить уровень вот этой прочности? Можно. Это требует определенной работы. Управление эмоциями – это переключение. Самая лучшая модель, вот могу всем посоветовать для переключения, это маленькие дети. Каждый знает, как переключать маленьких детей. А вон там мячик, да, а вон там, не знаю, кошечка побежала. И ребенок уже переключился. Вот мы с собой можем делать то же самое, да. Когда на вас наваливаются всякие неприятности, переключите свое внимание, посмотрите на то, что где мячик. Спасибо.